Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Сегодня поговорим про американские школы. Меня пригласили сегодня в одну из американских школ, которая располагается в Омахе, в районе Элкорн, на день открытых дверей. Вот это у нас главный вход. Только что мы были со стороны резервной парковки. Сразу при входе попадаем в офис. Деск практически такой же, как в любом американском офисе, американский флаг, то есть все по-взрослому. Вот этот принцип, вот этот директор. Ты принцип? Да. Валерий? Да. Какой ты назвал? Майк Том-Джак. О, приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Да, мой имя Макс. Я ассистер для этого человека, для мако-трансляции. Радмилы. Что-нибудь открытых дверей? Ты помнишь? Том-Джак. Очень хорошо. Готово. Какая эта листа? Да, в офисе. Это ее репорт карта. Куки? Куки. Да, берегня. Не хочет. Печенюшки? Печенюшки. Печенюшки надо взять. Я на диете, поэтому без куки. Далее репорт. Ну что, пойдем по учителям разговаривать за обучение. И вообще. Вот в этой комнате они кушают здесь. Я так понимаю, проводят какие-то собрания основные, да? Нет. Только кушают, да? Да. Собрания. А вот это вот доска почета. Доска почета. Доска почета. Школа молодая. Поэтому всяких кубков и медалей еще маловато. Но, тем не менее, школа находится в очень престижном, нормальном районе и имеет очень высокий рейтинг. Вот это вход в библиотеку. Ну, быстренько так покажу ее. Потом, если будет возможность, сниму отдельно книжки. И отдельно здесь рабочие места с компьютерами. Естественно, бесплатный Wi-Fi. Unlimited Internet высокоскоростной. Так что все на благо школьников и самостоятельного бутина. Специально. Вот, кстати говоря, хочу показать. Единственные здесь в школе русскоязычные ученики. Они сделали русское название на библиотеку. Даже транскрипцию, как это прочесть для американцев. Круто. Миссис Роллс. Да, приятно познакомиться. Меня зовут Макс. Приятно познакомиться, Макс. Татьяна. Татьяна, красивый название. Приятно познакомиться. Да. Приятно. Это мой офис. Присаживай. Ты учитель английского языка? Да. Татьяна, я хочу знать. Я учитель. Да. Я учитель. Да. Татьяна, я хочу узнать. Как это процесс, адаптации для логичного поддержки? Какой результат от Радмила? Может, что-то не так что-то. Мы делаем два способа для ЕЛЛ service. Так вот, здесь два, два партия по программе. Я поняла. Если что-то не понимаешь, я буду переводить. У них два типа. Я поняла. Да. Если что-то не понимаешь, ты мне говори, а я буду включаться. Okay, the morning when she comes to a different school, that's called a pull-out program, where it is just, I have four students, they are all what we would call newcomers or level one, which means they have been in the country for less than two years. Okay, now, she has the least amount of English out of the four right now, okay, because she's brand new. But that is the time in the morning where we work on reading, writing, speaking, listening, vocabulary in English. Can you explain? Значит, на каждом предмете они занимаются, у них разговорная часть, урок, связанные упражнения с написанием и произношением, то есть они ставят именно английскую правильную речь и правильное произношение. У Радмилы здесь специальный компьютер ее обучающий, подписанный, на котором она занимается, закрепленный за ней во время обучения. Да, открывай, конечно, да, открывай, конечно, да, о, даже и клавиатура есть, тут английские ручки есть, я понял, слушай, я не могу наклейки подарить, у меня наклейки есть, ты сказала бы, что тебе наклейки нет, у меня есть комплект русских наклейков, что ты могу. Да, это же, это принцип, мне надо спросить или нет. Oh, this is for today. So, log on, okay. Password. So, that time in the morning, we work mostly just on English. So, for example, we do basic things. So, we say hello. We ask, how are you? We introduce yourself. So, we talk about greetings. How would you say in English, hi, how are you? Or, have a nice day. Or, nice to meet you. My name is. Things like that. So, we do pretty basic English. I do a lot of drawing. For like, good morning, good afternoon, good night. So, there's a lot of drawing. Because her and I don't share the language. So, we have to do a lot of Google Translate as well. Just for us to communicate. So, part of this, again, is reinforcing greetings. So, we use the language here. Which one would she pick? She fills in the blank. And then, she's also doing things bilingually a little bit. Because I want her to connect Russian to English. I want her to use her first language as she learns her second language. Also, we try to find cognates. So, like, mama, mama, words that are English that are pretty close to saying, like, cocoa, cacao, things like that to kind of make connections. She looks at those words, which, in principle, are both the same and have almost the same meaning. That is, there are a lot of words that are being used from the English language and that are used in Russian, which sound almost the same and which, in principle, have almost the same meaning. Now, this comes with a book and all of that's at the other school. So, I'm just showing you kind of the worksheet that goes with it. But basic English and skills that she needs to have to just basically communicate with people. So, like, personal information. When somebody says, what's your name? Where do you live? What city do you live in? That she should be able to understand and write those. So, they just like these knowledge and give it to use the practice. So, it's not an abstract kind of education. That's how people, well, students who learn this information, they learn to use. So, it's, you know, you know, you need to use a lot of forms, to use an address, to be able to do that. They learn to not just about the language, but the basic skills of communication. Именно на основных примерах, понимаешь, да? Эти слова, понимаешь, да? Эти слова, понимаешь, да? The fig is the fig, part of the fig newton. Yeah, yeah, yeah. So, or like the word twig, well, that's a small branch. So, some of these words are short, but a lot of times can be confusing or not know the meaning of the words. So, she works on that, which she does a great job, and these are spelling words. So, here are her spelling tests, and so I say the word, and she has to write them. And she's done very good. She got 100%, this last one, and then the other one's at the other building. I travel to three different buildings, so I don't have everything here. Поняла, да, нет? Хорошие данные у нее. Я тебе объясню. Смотри, есть некоторые слова, конкретно то, что она рассказала, где, с одной стороны, например, фраза как, ну, F, например, Philips, она звучит как F, как одна буква в российском алфавите. Они используют как PH, и нужно на слух определять, в каких случаях ты пишешь PH, а в каких случаях там как-то по-другому пишется, понимаешь? И для этого и рассчитан урок, то есть, чтобы ты на слух уже знал, как правильно, в каких случаях пишется это PH. То же касается, как J, вот этот фиг и так далее. То есть, казалось бы, слово маленькое, но произносят по-другому, и тоже нужно знать, как правильно, понимаешь? Да. И в конце вот этого урока они дают тесты, и она хорошие показатели дают. То есть, в конце урока каждого она пишет эти тесты. Окей, я объясню. Есть картинка и небольшой текст-сопровождение. И то есть, по картинке можно прочесть, ну, то есть, если человек имеет навыки чтения, прочесть и посмотреть, и по картинке догадаться, о чем идет речь, если ему не хватает словарного запаса, и уже догнать, о чем, собственно говоря, идет речь. История разбита на кусочки, как комикс, а в конечном счете, вот он, собственно говоря, этот текст. То есть, вначале ты смотришь этот комикс, каждый кусочек понимаешь, и потом уже читаешь весь текст, уже какие-то слова, естественно, в голову откладываются. Окей, и тогда мы talk about, like, adding с to words, so drink is singular, drinks is plural. Eat, eats, I eat, she eats, put, I put, she puts. So we practice things like that, and then we practice the vocabulary, and this was something different, but we'll put more of these words into practice and do some writing with this, too. Like I said, this is just some examples because I have other stuff at the other school since we're there for a long time. When I'm here with her, we are in the classroom. I go to her classes with her. So the other building in the morning is where it's kind of just English, where we're just working on English. Here she is going to math, science, language arts, reading, and she's in the classroom in this building. What about grammar? Because I look at a different type of studies, because it's a target for this exercise is put a much more word, new word, and uses this word for regular conversations and solve a regular program. But I don't see this study for grammar, or grammar is the next step when a student is good to know some new words and can operate so fast. Radmila, notebook, get your notebook in language arts. Language arts notebook. So we're working on grammar too, and we just do it very slowly. So we'll focus on I, I smile, I eat, and we'll focus on verbs and me doing something. And then we will use those verbs, and then we'll say he, she. So we've talked about past, present, future. We talk about putting ed at the end of your verbs. Okay, but we're not talking about irregular verbs yet. We're, verbs change, you know. I feel, she felt. Like we haven't, we're not even close to that yet. We're still working on, I mean, even this vocabulary, she's learned, I mean, she has to learn, I mean, some of these words, like what a garden is. I mean, basic vocabulary, she doesn't have any English. So she... On this level, not necessary. Yeah, like at this level, we're doing it at little parts. Mm-hmm, yeah, 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 okay. So, for example, you know, I talk about verbs, so I'll have her write it in Russian. Okay, so like this is an action word. So I'll draw a picture. This is a book she reads. So we will do things like this, where it's like here are verbs. I draw, I dance, I, 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 I. And then we will progress. I like, I like to, I like to play, I like to run, I like to take a bath. So we will practice with that. And then we will, I do not like, or I do not feel. And so we practice with that. And then we'll do past, present, future. So it's an introduction, but she doesn't even know basic vocabulary. Mm-hmm. I mean, I could say, if I say to her, write, write. But she needs, I mean, she needs very basic vocabulary in English. She needs to know this is a computer, this is a folder, paper, notebook. I mean, that's where we're at in English. One word, vocabulary. Office, hallway, walk, sit, stand, raise your hand. That's where she is in English. So grammar and past tense and those things, just a little bit, because I need her to be able to understand point. Point. I need her to understand sit. I need her to understand right. I need her to understand look. 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 Look at the marker board. Look at the door. So she's very basic. But, I mean, we work on it. I mean, we work on the vocabulary. We work on having it in short sentences or phrases. We work together. But she has a lot of vocabulary to learn. A lot of basic. Вот это все, что ты отложил, да? Мы постоянно проходим. Или вы повторяете снова и снова каждый день это все? Мы это давно уже прошли. Я одна из неделей, и на прошлой, кажется, я начала, но внутрь, потому что я знаю, на самом деле, я толком и почти уже не занимаюсь. То есть, вот этого прошли уже? Ну да. Ну хорошо. So, here's like some more. We practice with I, he, she. So, again, using, and then here's our past tense. I played. I cleaned. I cooked. I, you know, jumped. I whatever. So, we're using past tense here. Present tense. So, we kind of... He is, she is. It is. Future, будущее. But it's very basic. Very, very basic. Господи, не желай все это помню. The students in the language arts classroom were learning about subjects and predicates. So, I want her to learn about subjects and predicates. But again, very basic. A subject is the who or what. The predicate is the action. So, I do things like subject. Mrs. Smith. What is she doing? Is talking. Yeah. So, again, we work on it, but it's very basic. Very, as simple as we can get. Let's see. So, there's some more. Talking about subjects. Again, using the English in sentences. Talking about subjects, predicates. So, this is her language arts notebook. So, she has that. And that's in her folder. And there's also here a translator. So, if there are words that she doesn't know, she can hit to Russian. So, she could enter. So, she can do this. And then. What do you do in the clinic? A. See the principal. B. See the nurse. C. See the counselor. Hmm. Good question. I think it's a nurse or a counselor. I know. It's like, well. Financial assistance. Yeah, I know. And so, she'll have her vocab words, and then they talk about words and sounds. So, like, work. 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 And then. Work. What kind of words do you do? What kind of sound does the O make? And so, she would have to match it. So, she does some work. And then there's kind of some fun things. Where she can do crossword. Crossword. Crossword puzzles. You like. She likes those. So, she can have her vocabulary and figure out the crossword. And. My high school. There's a story that goes with it. My high school is big. It has many rooms. This program is used only in your school? Or it's a basic program for any school in the US for ESL study language? It is. You have to pay for it. Ah. So, it depends on. Any school could use it. It just depends on if the district has the money to pay for it. Ah, yeah. School pay for software. Yes. So, that's. That's. This is more of a reading program to help with vocabulary. This is to help with. Um. And. You know. The thing is with this. Um. You know. It has newcomers. Which is what she is. New to the country. Non-English speaking. Essentially, she's a non-English speaking student. It's a little bit different to a Rosetta Stone software. Now, this is a little bit different. Now, we have Rosetta Stone too. And she does work on that as well. So, she has, um. She has progressed through Rosetta Stone. I have her do Rosetta Stone. Usually, if we're not doing some other work together in reading class. Because it's too far ahead of her. She cannot participate in reading. Und organism Added. Andinas está at one level. The start of it is really tight. It's more easy. D 홍. This is a global letter. Like it is- It's only reading the text. This will make sense because the text does not be exact. Well, it is really easy. Does read the sentence. You just read right. Please read. They don't vào the air. Can you read and read. Maybe they will use your equation to read the sentence. правильно, понимаешь, да, то есть кто долго использует английский язык может такие книжки читать и не только тупо читать их, но и понимать хочу сказать, вот только что учитель не сказал фразу у них есть специальная программа, вот как раз в разделе обучение языку это слепая печать на клавиатуре потому что в Америке очень много люди работают на компьютере практически у них все перешло на безбумажное производство, поэтому они очень много времени уделяют для того, чтобы ученик научился печатать слепым методом на клавиатуре и это уже учится в школе, прикинь, вот ты в школе уже учишься вслепую печатать на компьютере не по одной кнопочке да, а пятью пальцами да я не могу реально это два типа учебников первый вот такой вот access building literacy newcomers для нее это, например, тетрадка для занятий с упражнениями как раз looks like a headway yeah it's a beginning it's a beginner level yeah it's a beginning level and it will tell you all the different units that it has in the creative idea student action and then this she has completed book number one and so what I wanted her to do because I know Adelia is learning English as well what I wanted her to do was take book one and practice with her sister using the English so, you know, by saying I have a grandfather or this is a grandmother or I have a cousin this is my aunt you will take a book this book number one which is Bidina's pink book yes and, accordingly, her sister knows her language better she says let her with her sister they work this 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 is what is here what is what is here what is is It's there it's 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 this it's it's a bar and and they have I would or or a even У меня такого шкафчика не было, когда я в школе учился Нам вкусняшки дают Так, чуть-чуть позвездишься на канале Пришли в кабинет науки Тут написано наука Но науки сегодня не будет, наука закрыта А нет, наука открыта Электричества нету, наука закончилась Нету электричества Вот это вот изо-студия И здесь учеников учат вот таким вот штукам Я ходил долго в изо-студию И не в одну даже Но как бы уже серьезный уровень обучения Большой красный Круто Огонь Огонь Короче, получается так, что не Радмила учит английский язык А американцы учат русский Флаг, это флаг, да? Стенд, стоять Вот так вот Америка, Америка Ну и еще вот такие прикольные Вот это вот, чтобы вы понимали Это родительское собрание То есть все семьи получают распечатки По тем учителям Потому что у каждого ученика своя индивидуальная программа Обучения нету так, чтобы каждый ученик учился как все То есть у кого-то на что-то делается упор И вот проходит вот так родительское собрание То есть за разными столиками разные учителя Приходят разные семьи И происходит индивидуальный разбор полетов По каждому ученику Индивидуально Вот это вот родительское Огромный спортзал В принципе говоря, он разделяется на две части То есть отдельно девочки, отдельно мальчики Но сейчас в данном случае он объединен как раз в один И вот сейчас здесь проходит родительское собрание Каждый родитель имеет право пообщаться с любым преподавателем Да, каждый родитель подходит и задает вопрос, что непонятно Идем дальше Что мы видим? Специально до музыки и династистики зал Учителец математики Introduce yourself I'm Linda Blumenkamp And I teach math Algebra, Geometry It's just regular 6th grade math So it's like fractions, decimals Just kind of regular whole numbers So it's not really a Пока у них нету разделения на более сложные разделы математики Она обучает общие разделы, дроби Математические упражнения, вычитание, деление и все прочее Окей? Окей, Татьяна, у меня есть вопросы Как результаты исследований с его детьми? Может, у вас есть решение или рекомендации Может, у вас есть какие-то экзерсисы для дома Если необходимо для изучения и достижения на уровне Наши математики отличаются? Да, потому что курс математики в России Это немного другая, чем в США Может, это может быть специально для изучения в школе Окей Да Сейчас мы изучаем дроби Сейчас они проходят дроби И она способна, если у них нет слов, то она способна делать все же проблемы, которые остальные дети делают Так что она пишет номера, и она добавляет, и она добавляет, как остальные дети Это нормально Сейчас мы делаем дроби, и она делает их прямо вместе с нами Плюс и минус они проходят, минус 100 Ты сдаешь то, что ты... упражнения ты делаешь, которые... Ты делаешь, да? Умная, да, и быстро делает Она уверена Ты уверена? Я уверена 100% 100% Если у нее будут какие-то замечания, мы можем оставить в электронный адрес Если у нее будут какие-то решения, абсолютно какие-то, чтобы улучшить ее уровень Татьяна может оставить свою личную адресу И она пишет, что Татьяна может читать свои эмелы, транспортные И сделайте ответы, если необходимо что-то Да? Напиши Да? Я учительница Она учительница, преподает науку Науку Мы работаем на научном процессе Это процесс, который учительницы используют, чтобы проводить эксперименты и собрать данные Что такое наука? Наука это умение ставить эксперименты, получать результаты и делать измерения Необходимо для примера упражнения Есть колба, налита вода И нужно написать, сколько налита воды в этой колбе В метрической системе И это же самое на заднем Вот это тоже самое, похоже Вы используете метрическую систему? Да Метрическую систему Они используют метрическую систему Метрические измерения Да И это был тест, который учительницы требовали Это один из тестов, которые они сдавали То есть измерение линии и, соответственно, пишут результаты И, соответственно, мы сделали Родмилеку Проверить метрическую систему То есть нужно взять рулеточку и измерить какую-то линию и записать результаты Да, да И на этой стороне, она была использована баланса Чтобы найти массу объекта А, соответственно, еще одно упражнение Это есть какие-то вещи, которые, видимо, берут Скорее... You use a digital measuring Not digital It will be balanced Короче, они используют весы Не электронные какие-то, видимо Какие весы используют? С дикими, да? Стрелочные весы А вот они какие весы используют Старинные Старинные весы То есть нужно уметь Использовать эти обычные весы Гравитационные Соответственно, то есть вот Обычные весы, которые не электронные, короче С дельками, которые, да Короче, да И вот И вот И вот И вот И еще одно упражнение На измерение объема Угу И, соответственно, еще учат Использовать вот такие вот Диаграммы Для внесения результатов То есть Как визуально В такие вот диаграммы Вносить полученные результаты измерения Для того, чтобы Потом уже Уметь Использовать этот Инструмент Работы с графиками И, соответственно, вот Правильно понимать Какие... Где какие точки То есть Как какие... Короче, что такое графики Они, например Как все это получается Да Роднила 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 Смена Роднила 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 Мерила М juices хорошо она все меряет, вычисляет и все такое а в чем еще заключается наука? это единственное? что они будут уходить до конца года? ok cool very interesting questions what your schedule plan for science on this whole year? so we have just started into a new unit which is ecology so we're gonna be looking at the environment and how living and non-living things interact in the environment? они будут изучать экологические системы, где кто живет и каким образом? ok you only explain about environment or make some experimental a little bit most of it is explaining the different parts of an ecosystem and understanding how those parts interact with one another yeah so some of both after that we'll do weather and climate so again they're understanding different weather patterns and how that weather affects the environment why there are different climatic zones and how the weather is happening and all this history is happening in the environment in the environment in the environment in the environment geography including in this science course on this year or no? not as much geography they do that some in their social studies or in history classes so the last unit is sound and light and so they look at different types of waves and how different waves they'll learn from the environment, how different waves can be played from wind, how the wind is coming up to wind звуковые, оптические то есть волны света, то есть что это вообще такое волны понятия, то есть как происходит распространение звука, но это уже больше разделы физики, начальный раздел физики Да, это... И с Родмиллом мы будем очень фокусироваться на вокабулярии, и на ее строение этого вокабулярии. Но эксперименты и на «поставления» она делает очень хорошую работу, и это помогает понять эти концепты. Она уже должна уметь. Как эта школа другая, чем эта школа в России? Абсолютно другая форма образования. Абсолютно другая. Я думаю, это... Это разница между школами в России и в США. Очень долгое время объяснить. Абсолютно. Ну, я учу английский. И сейчас мы работаем на... Родмилла работала на... Мы делали языки. И verbs. Так что мы делали... Ты понимаешь? Частично. Я не знаю. Мы делали что-то так. Я люблю. И она мне говорила, что она любит делать. То есть... Я люблю. 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 Та. Да. И нouns и verbs, которые мы работали на... Нет, в соответствии, да. Они работают. Это как бы... Да. Она делала прекрасно. Делала быстро и хорошо. Работает на компьютере, слушает в наушниках и делает упражнения. Она делает очень хорошо. Она очень респектно. Она очень милая. Она всегда улыбается на ее лице. Улыбается, старается и вообще отличница. Мы любим ее. Ей очень нравится. Ей очень нравится, да. Она улыбается в школе. Она улыбается в школе. Более чем. Да. Хорошо, хорошо. Мы любим ее. Много больше. Да, точно. Очень хорошо. Есть какие рекомендации к нам? Татьяна, я хочу вопрос. Есть какие-то рекомендации или решения? Для чего сделать? Да. Для улучшения, да. Очень хорошие результаты. Я думаю, что она на компьютерном программе, называется Rosetta Stone. Я думаю, чтобы учить английский. Вот надо бы ей позаниматься на этой Rosetta Stone. Найти эту программу, установить на компьютере и с Rosetta Stone дома заниматься. И когда она узнает английский, то она может начать писать слова и делать такие вещи, более подробности. Для того, чтобы она могла понимать. Практика ее работы может. Сейчас, как говорится, сказать, сколько таким детям, как она, нужно времени для хотя бы 50% адаптирования в язык. 25%? Так и перевести? 50%? Пятидесяти? Окей. Чтобы она практически понимала. Практика есть какая-то? На основе вашей практики, что вы думаете, сколько времени нужно получить результат для понимания 50% этих слов, которые обычно используют для понимания и операции этих слов? Я думаю, что до конца лета, до конца лета, 50% до конца лета. Чем больше она говорит с детям, и чем больше она говорит с детям, которые говорят английский, тем лучше она будет. Ей нужно больше общаться с учениками, и тогда он не упадет повышение уровня языка. Как долго? Как долго? Я думаю, 3-4 месяца чтобы получить... Как минимум, 3-4 месяца еще, хотя бы, чтобы что-то начало получаться. Как минимум. Проблема в этом. Проблема в этом. Проблема в этом. Проблема в том, что все студенты спереди, которые делают конверсации. У вас есть небольшой группой студентов для конверсации в комнате или кроме 4-3 или 5 для конверсации между людьми. Я бы хотела попробовать попробовать вечеринку где Редмилия и 3-4 люди идут вечеринку в офисе 1-2 в неделю чтобы начать общаться. Например, два раза в неделю, когда у вас идет еда, вы можете брать вот эту самую еду, идти в офис к канцеллу там кушать и заодно общаться, чтобы была непринужденная обстановка без стресса, и во время еды будет постигаться язык. в в в в